Это видео для многих, наверное, будет интересно, так как в этом видео пойдет речь о всплывающих окнах в Elementor Pro. Меня зовут Федор Васильев, и давайте посмотрим, что здесь нам Elementor может предложить. И поп-апы делаются также в шаблонах. Этим уроком мы, наверное, закроем с вами вообще эту тему шаблоны, потому что я уже, наверное, процентов на 80 вам рассказал. Все возможности шаблонов остались только поп-апы. На самом деле это очень мощная, крутая тема, она внедрена прямо в Elementor Pro, и давайте рассмотрим. Переходим в шаблоны, нажимаю добавить новый. Здесь так и по-русски написано поп-ап, выбираем здесь. Название. Я так и назову поп-ап 1, создать шаблон. И здесь нам представлено очень много готовых заготовок под наши нужды. Зачем всплывающие окна? Это акция скидка, чтобы привлечь этой скидкой внимание ваших посетителей. Перед глазами всплывает окно, здесь даже видно, где может быть просто картинка с текстом, где может быть какая-то форма или кнопка, ссылка. В общем, как вам может подойти. Например, даже внизу такая плашечка типа политик в отношении файлов куки. Можно здесь это реализовать. И достаточно большой вариант, вы здесь без меня посмотрите, либо вы берете что-то из готовых, либо нажимаете здесь на крестик и создаете что-то свое. Я, например, возьму вот этот вариант, что-то связано с йогой или фитнесом. Нажимаю вставить. Изначально вот такое всплывающее окно. Здесь на самом деле много настроек. Они все важны для разных условий. Но сначала про дизайн поговорим. То есть элементарно. Думаю, даже вы многие уже разберетесь, как ее редактировать. Но все же я покажу. То есть вы просто наводите мышь. Например, вот кнопка. Сразу бросается в глаза то, что не на русском языке. Рядом карандаш. Нажимаете. Это просто кнопка. Здесь текст кнопки. Вот я поменял, видите, кнопка. Дальше ссылка. Здесь уже, если эта кнопка куда-то ведет, купить на какой-то шлюз, обменник, там, все что угодно. Или на внутреннюю страницу, указывайте ее здесь. Решетку удаляйте, указывайте здесь. Там расположение кнопки. Вот вы видите, меняется. То же самое с селл. Это распродажа, да. То есть вот это у нас девушка. Картинка можно поменять. Здесь вот логотип. Селл. Это картинка, да. Изображение можно поменять легко. Вы это уже сделаете сами. Дальше. Это что касается дизайна. Дальше, смотрите, мы переходим вот сюда, вот внизу, шестереночки. Это настройки, видите, настройки поп-апа. Смотрите, ширина самого поп-апа. Можете выбрать дальше. Высота. Позиция. То есть это выравнив вверх-вниз. Вот такая вот позиция, да. То есть где отображать. Перекрытие. То есть сзади затемняет ли фон. Вот затемняется белым. Сейчас покажу, где меняется, если цвет нам нужен другой. Кнопка закрытия. Вот здесь вот такой крестик. Нужна ли она? Думаю, что нужна. Анимация, появление анимации, закрытие окна. Ну, у меня, я уже говорил ранее, у меня почему-то анимация вообще не работает, поэтому я здесь ее не выбираю. Длительность анимации. Вот такие, в принципе, настройки. Основные настройки. Это, ну, это заголовок поп-ап. Дальше стили. Здесь можно стили как бы не менять. Перекрытие. Смотрите, у нас такой бледно-белый цвет. Вот так вот, например, да. Видите, затемняется. Если так затемняется, у нас не видно крестика. Кнопка закрытия. Вот здесь она меняется. Смотрите, цвет крестика закрытия. Вот белый ее сейчас видно. Внутри сейчас она, снаружи. Вот она здесь вообще далеко. В углу сайта оставим внутри. Дальше цвет фона. Можете выбрать цвет фона под крестиком закрыть. Даже размер. Смотрите, крестика закрыть можно сделать больше. И при наведении, например, пускай меняет цвет при наведении. Вот сейчас крестик закрыт, цвет меняется. И расширены настройки. Достаточно интересно тоже, знаете, показать кнопку закрыть спустя сколько-то секунд. То есть вот это крестик закрыть, чтобы человек не сразу закрыл. Немножко, так сказать, навязать ему вашу акцию в скидку. Например, там, я проверял это работает. Две, там, три секунды поставьте, и крестик появится чуть позже. Например, пускай, спустя, там, три секунды. Автоматическое закрытие окна, там, спустя сколько секунд. Ну, человек, скорее всего, сам закроет. Я не знаю, может не ставить. А вот эти вот ползунки я бы включил в положение «Да». Не закрывать при клике на перекрытие. Вот этот темный цвет, чтобы кликали, и окно не закрывалось при этом. Потому что оно должно закрываться только по нажатию на крестик. Поэтому я здесь включаю в положение «Да». Предотвратить закрытие по клавише «Escape» на клавиатуре тоже предотвращаем. Отключить прокрутку страницы. Отключим. Запретить несколько попапов на одной странице имеется в виду. Тут, не знаю, на ваше усмотрение, если у вас несколько попапов на одной странице, вдруг какой-то дефолтный попап на всякий случай запретим. Это вот основные настройки. Смотрите, я нажимаю «Опубликовать». Но это еще не все. Потому что нам нужно выбрать условия. И здесь уже начинается самое интересное. Условия – это для вас уже знакомо. Это то самое условие, когда и где оно будет отображаться. То есть, пускай пока отображается на всем сайте. По идее, можем сохранить и все. И просмотреть, как это работает. Но на самом деле у нас окно не появится. Пока мы не посмотрим так называемые триггеры. Смотрите, вот здесь есть триггеры. И есть еще расширенные правила. Выбираем триггеры. Сейчас я все вам расскажу, что за что отвечает. Несколько из них мы с вами посмотрим сегодня. При загрузке страницы. Это первое, что обязательно надо включить. Иначе вы вообще не увидите попав. То есть, при загрузке страницы. Включаем «Да». И в пределах. Вот здесь важный момент. Смотрите, человека может оттолкнуть, который только что к вам зашел на сайт впервые. И сразу ему вылазит окно. Оно вообще может ему ни о чем не говорить. Он еще просто что-то ищет. Поэтому, если вы точно знаете, что это на новую аудиторию, там, в общем, все эти окна люди не любят. И надо очень мягко им навязывать всю эту ситуацию. Если человек на вашем сайте задержался 20 секунд, он читает ваш сайт только в этом случае, тогда надо здесь поставить 20 секунд. И то, кого-то это отпугнет, человек сразу закроет сайт и уйдет. Или кого-то это заинтересует. Ваше предложение. Здесь уже точно не угадаешь. Но я точно знаю, что в лоб всплывающие окна, вы сами, скорее всего, знаете, неприятно вам на сайте, когда вы только что зашли на этот сайт. Но пока мы с вами тестируем, мы здесь ничего не ставим. Обязательно только включаем в положение, да, при загрузке страницы. Вот пока на этом уровне сохранить и закрыть, я вот сюда вот нажимаю, что просто посмотреть и показать вам работу сайта. На всем сайте окно должно сработать сразу. Вот окно сразу появляется. Смотрите, крестик не появляется. Видите? И вот он только сейчас появился. То есть крестик тоже появляется спустя время. Я кликаю по перекрытию. Видите, не закрывается окно. То есть это работает. Кликаю на Escape. Не закрывается окно. Закрывается только по клику. Все. И каждый раз оно будет появляться при обновлении страницы. И это на всех страницах у нас появляется. То есть если я перейду куда-нибудь там в Joomla, тоже работает. Теперь можем поэкспериментировать. Переходим в настройки. Я перехожу вот сюда по стрелочке, кликаю. Триггеры. Смотрите. Давайте, чтобы долго не ждать, я поставлю 5 секунд. Проверим просто работу сплывающего окна. То есть через 5 секунд должно показаться. Сохранить, закрыть. Иду на сайт. Обновляю страницу. Окно не появилось. Уже работает. Ждем 5 секунд. И окно появляется через 5 секунд. О чем и речь. Я рекомендую выставлять 20 секунд в триггере. Вот здесь вот обязательно. Но пока тестируем. Я поставлю 0 секунд. И давайте по условиям. Тоже покажу, что работает. Например, надо где-то на какой-то странице. Например, у вас разные страницы. И на какой-то определенной странице ваших товаров идет скидка на какой-то товар. То есть тоже может быть для многих это важно. Выбираем здесь, например, архивы. Здесь я выбираю рубрики. И вот здесь я начинаю писать название рубрики. Первые три буквы рубрики у меня от Joomla. Она здесь появляется. Вы также можете свою рубрику найти. Сохранить. Все у нас сохранилось. Давайте посмотрим. Смотрите, на главной странице окно должно сразу появиться. Я напоминаю, окна нет. Я перехожу в WordPress. Окна нет. Я перехожу в Joomla. И окно появляется. То есть тоже работает для определенных страниц. С условиями понятно. Так как я все тестирую, да, у меня пускай будет весь сайт. Намного интереснее. Пойдем дальше по триггерам. При прокрутке, то есть условия прокрутки страницы, если включаем здесь направление. Либо вниз человек крутит страницу, читает вашу страницу, либо вверх. И в пределах процентного соотношения, то есть до середины сайт прокрутил, окно всплыло. Думаю, здесь понятно. При прокрутке к элементу. Здесь уже посложнее, да. Нужно указать селектор элемента. Определить сначала селектор. То есть, например, это может быть какой-нибудь вот блок вот здесь. Вот к нему прокрутил, и окно сработало. По клику. Как работает по клику? Смотрите, вы убираете при загрузке страницу. Оставите нет. Если надо сделать по клику. То есть в любом месте сайта по клику. И количество кликов по сайту. В любом месте клики это происходит. Например, давайте просто протестируем. После трех кликов окно должно появиться. Нажимаю сохранить. Иду на сайт. Обновляю страницу. Раз клик. Где-нибудь в другом месте два клик. Где-нибудь в другом месте три клик. И всплывло окно в это видели, но я нажал на кнопку. У меня... Вот три клика еще вам сделал, чтобы вы увидели, что работает. Просто перешел я на кнопку. Окно показалось, если вы увидели. Но сразу я перешел на другую страницу. То есть это работает. Можно выбрать, показать окно после бездействия. То есть человек ничего не делает. На сайте просто сайт висит в браузере. Там 30 секунд. И одно из самых интересных. Это, так сказать, догонялка такая. При попытке закрытия страницы. То есть последний шанс зацепить потенциального клиента на ваше предложение. Когда человек походил по вашему сайту. Решает его закрыть. Но не успевает этого сделать. Мышку уводит с окна вашего сайта. И окно всплывает. Все равно он уходит. Он хочет закрыть сайт. На кого-то сработает, на кого-то нет. Возможно, вы зацепите вашим предложением во всплывающем окне. Еще очень важно, что вы предлагаете во всплывающем окне. Насколько вы грамотно, красиво и сладко будет звучать ваше предложение во всплывающем окне для потенциального клиента. Тоже очень важный момент. Давайте протестируем при попытке закрытия. Сохранить, закрыть. Иду на сайт. Обновляю страницу. Вот я кручу, нахожусь на сайте. Мышка моя в области сайта. Давайте я попытаюсь закрыть сайт. А вот вы видите, окно всплыло. Я мышку не успел подвести, крестику закрыть. И окно всплыло. Оно работает. То есть здесь все нормально. У нас с вами еще осталось расширенные правила. Давайте посмотрим. Показывать после просмотра X страниц. То есть здесь можно выбрать после просмотра трех страниц. Там окно всплывает. Показывать после X сессии. Показывать до X раз. То есть это тоже важно. Например, здесь у вас при загрузке страницы через 20 секунд. Здесь вы включаете показать при открытии. Здесь, например, один раз. При открытии или при закрытии страницы. При заходе с определенного урла. Показать и ссылка. С какого урла, то есть какая-то внутренняя страница, возможно, или скрыть, или еще регулярное выражение. Показать при заходе с, видите здесь, поисковые системы, то есть по ссылке, например, проиндексировался с какого-то поисковой фразы. Внешние ссылки, внутренние ссылки, эти три условия есть, какие-то, может быть, вам подойдут. Скрыть для авторизованных пользователей, если у вас на сайте действует регистрация на сайте, какие-то рекламные предложения, которые ваши уже пользователи не должны видеть, индивидуальные, то есть скрыть для авторизованных пользователей, для администраторов, например, для редакторов, скрыть, или все пользователи. Показывать на устройствах тоже, может быть, это условие достаточно интересное. На мобильных, например, не надо показывать, или наоборот, на мобильных показываем. Вот так вот это убирается, например, будет показываться только для компьютеров, то есть устройство. Человек зашел с мобилой, значит, и с мобилой будет показываться. То есть очень гибко, круто, и весь функционал у нас установлен прямо в ядре Elementor Pro. Не надо ставить какие-то дополнительные плагины, никаких конфликтов не будет, потому что это все в одном месте, да, это очень радует, это очень круто, очень классно. Мы с вами рассмотрели практически все самые основные возможности именно шаблонов Elementor, а в данном уроке именно попапов. Если вас Elementor Pro плагин заинтересовал, вы можете его купить по ссылке, которая находится в описании. Покупая плагин Elementor, таким образом вы поддерживаете меня. На этом уроке я оставлю паузу и увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok